Доброго времени суток, друзья! С вами на связи Александр Лейников. Я продолжаю серию своих авторских видео уроков для архитекторов и дизайнеров. На сегодняшнем занятии я бы хотел вам рассказать про новый тип и новый способ импорта объекта архикада, файла архикада в Twinmotion. Как вы могли заметить, те кто скачал новую версию архикада и работает в новой версии, что пропала у нас функция экспорта в формате fbx из 3D окна, для того чтобы мы могли продолжить работать в Twinmotion. Как вы видите, вот Atlantis, U3D, Lightscape, VRL, Electral Image, Electric Image. Ну, не буду все читать, то есть видите, то что они пропали. Значит, новым способом у нас есть два, по крайней мере пока что я нашел только два способа работы и экспорта данных архикада, то есть модели архикада в Twinmotion. Значит, давайте с вами пойдем по порядку, я вам расскажу про первый. Это у нас способ, благодаря которому мы устанавливаем плагин с вами на Twinmotion и я вам сейчас покажу, где его можно найти, как скачать и установить. Сам процесс установки я показывать не буду, но я покажу, откуда он скачивается, где его потом можно найти, как его перенести на рабочее пространство и как в дальнейшем с ним работать. Значит, переходим в Яндекс, пишем Twinmotion. Открываем Twinmotion Unreal Engine. Здесь, если у вас есть учетная запись, очень хорошо, если нет, то вы должны зарегистрироваться, потому что у Unreal Engine очень много интересных материалов. И, соответственно, вот мы перешли с вами на сайт, где мы можем скачать с вами Twinmotion. Значит, здесь вся страница посвящена Twinmotion. Мы прокручиваем вниз, вниз. И вот мы находим с вами такое вот окошко, где написано Plugins. Мы жмем на Browse All Plugins. Открывается у нас следующее окно, где мы выбираем с вами, для какой программы мы будем устанавливать плагин. В данном случае это 3D Max, ArchiCAD, Revit, Rhino, ReCAD и SketchUp Pro. Ну, соответственно, каждый подбирает под ту программу, в которой работает. Я же буду вам показывать под программу ArchiCAD. Вот, я данный плагин уже скачал и установил. На самом деле, установка там наипростейшая, я вам сейчас расскажу. То есть, вы скачиваете файл, который у вас автоматически запускает установку. Вот, устанавливается он стандартно, ничего там нажимать не надо. Соответственно, просто далее, далее, далее установка. И, соответственно, этим как бы завершается. После завершения установки вам, если у вас открыт ArchiCAD, вы должны обязательно его выключить. То есть, вы выходите из ArchiCAD, отключаете программу и потом опять ее включаете. Вот, когда вы включили ее в ArchiCAD, в окошке ArchiCAD, у вас на первый взгляд ничего не меняется. Но вам нужно найти одно специальное табло команд, которое появляется. Вот оно выглядит таким вот образом. Для того, чтобы его найти, мы переходим с вами во вкладку окно, вкладка панели. И в самом-самом низу у нас появляется вкладка, называется Data Smith. То есть, данная вкладка, она как раз таки является тем, что у нас было. Сейчас вам еще раз я покажу. Сейчас ее отключил и снова включу. Вот она. Это панель вкладки Data Smith. Значит, у нас первое, это Synchronize with Direct Link. Соответственно, то, что нам нужно для работы с Twinmotion. Это у нас Manage Connections. Вот, честно, пока не совсем разобрался. То есть, я вам рассказываю, как экспортировать Twinmotion. Export to Data Smith файл. Это данный тип. У нас, как бы, мы можем экспортировать нашу модель в формате Data Smith. И Show Messages, то есть, показывают все сообщения. Значит, для того, чтобы показать данный объект в Twinmotion. У нас Twinmotion, как видите, открыт. Да, кстати, ребят, я после данного видео урока, я запишу видео урок по визуализации данного домика. Вот, потому что достаточно, он у меня долго есть. И, в принципе, домик неплохой. Покажу рендер, как мы с вами настроим сцену, сделаем рендер. И посмотрим, что из этого получится. Вот, но, собственно, мы сейчас не об этом. Я хочу вам сразу показать то, что вот у нас имеется модель Архикада. Да, сейчас мы только выделим последнюю модель, которая у нас имеется. А вот она. Так. Вот так. С помощью бегущей рамки выделяем, жмем F5. И у нас выделяется именно то, что нам необходимо. То есть, 3D в рамках выбранной нами территории. Вот. Теперь жмем следующую кнопку. Это Synchronize with Direct Link. Жмем. Компьютер у нас задумывается. Вот. Жмем еще раз. И сейчас он начнет, собственно, экспорт данного объекта в Twinmotion. Ребята, извиняюсь за паузу. Немножко компьютер затупил. Значит, мы с вами отжимаем кнопку Synchronize with Direct Link. И переходим в Twinmotion. Вот. Но, как мы видим, собственно, пока что у нас ничего не поменялось. Здесь главным нашим параметром для того, чтобы наша модель появилась, мы с вами жмем, так же, как и в прошлых версиях, Import. И только в данном случае мы с вами импортируем не геометрию, а Import Direct Link. И, соответственно, выбираем, какой именно модель мы будем импортировать в Twinmotion. То есть мы выбираем архикад дом копия 24. На английском я написал 24-я версия. И collapse by Material. Я хотел вам показать данный дом и его визуализацию в 24-й версии. Потому что там было возможно экспортировать данный объект в FBX. То есть до того, как я как бы разобрался, как это все происходит. Сейчас же я вам показываю, как это происходит уже в новых версиях с помощью Import Direct Link. Окей. Жмем. Все. У нас сейчас происходит импорт данного объекта. Вот. Только его теперь надо найти, где он у нас располагается. Жмем буковку F. Вот он. Вот наш домик. Как вы знаете, наверное, то, что при нажатии кнопки F у нас Twinmotion автоматически приближает тот или иной объект. И это, кстати, не только в Twinmotion работает. Данная функция работает и в программе Unreal Engine. Теперь, ребят, смотрите следующее. При изменении каких-то, допустим, мы сейчас сделаем еще один стульчик здесь поставим. Вот так. Мы жмем опять же Synchronize, синхронизировать. Переходим в Twinmotion и у нас сразу автоматически Twinmotion синхронизировался. Опять же убираем стул, жмем синхронизировать. И здесь у нас автоматически все это синхронизировалось. И данный стульчик, данный объект у нас пропал. Вот. Это, ребят, первый способ, как мы можем импортировать данный объект в Twinmotion. Давайте рассмотрим другой вариант. Это удаляем. Это удаляем. Переходим в ArchiCAD. Следующий способ, это у нас нечто напоминающее старый способ. Это у нас через сохранение как. И в данном случае мы уже сохраняем с вами не как файл формата FBX. А мы с вами сохраняем как файл формата Datasmith файл. Вот это тут. Ну, допустим, пусть будет такой. Сохраняем. Переходим в Twinmotion. Опять же, Import Direct Link. И теперь ищем геометрию. Options. Auto. Рабочий стол. И, как вы видите, он у нас данный формат расширения файла. UDataSmith автоматически видит. И мы можем его сюда подгрузить. Ок. UseSendMaterial. UseImport. Ну, давайте UseSendMaterial. И вот наш домик. То есть, примерно то же самое. Как вы видите, у нас... Чем данный способ хорош? То есть, в данном способе у нас не налажена прямая, так скажем, связь с Twinmotion. То есть, с Archicad. То есть, при изменении там чего-либо у нас здесь изменения не произойдут. Поэтому... Хотя, давайте проверим. Не буду говорить. Я не пробовал. Давайте попробуем. Опять перенесем сюда стульчик. Переходим в Twinmotion. Здесь нажмем синхронизировать. Смотрим. Да. Потому что мы его не синхрон... Он не синхронизирован. Вот. То есть, опять же. Но если мы здесь сохраним как тот же DoA file, только перезапишем его. А здесь обновим. Соответственно, у нас наш стульчик снова появляется. Но, опять же, ребят, тут как кому удобней. В принципе, сейчас посмотрим, как работает именно Direct Link. Посмотрим, как работает эта вот связка. Потому что, честно вам скажу, почему я в прошлых версиях не использовал прямую связь между Archicad и Twinmotion. Вопрос возникал в текстурах. Иногда, на некоторых местах, текстуры себя, но, отображались некорректно. Текстуры отображались некорректно, потому что есть один важный параметр. Это Fixed Up Textures. При импортировании какого-либо объекта в Twinmotion. То есть, он фиксирует текстуры так, как они есть в файле сохранения. Вот. Поэтому это, как бы, вот такой важный момент и такой важный нюанс. Пусть это, как бы, такое и не... Как бы, мы делаем одно и то же дело, но двумя разными способами. Но при этом, чтобы вы понимали, в чем разница. Дорогие друзья, на этом данный небольшой видео урок закончен. В следующем видео уроке я начну простраивать модель и сделать визуализации данного домика. Всем спасибо за внимание и хорошего дня. Пока.